доброе утро дорогие друзья у нас в москве 4 день идет дождь вот такая замечательная погода у меня даже запотели окна балкона потому что на улице холодно а я здесь готовясь к видео прогладила топик чтобы вам показать ну естественно работал утюг с паром и посмотрите разница температуры даже запотели окна то есть на улице у нас очень очень холодно и дождливо и так в продолжении нашего разговора дорогие мои подписчицы гости дорогие друзья посмотрите какая у нас сегодня обширнейшая тема я по выкладывала здесь все чтобы это такие напоминал очки чтобы ничего не упустить и обо всем вам рассказать сегодня будет такое видео болталочка с очень полезной информацией кому интересно кто любит такие видео кому приятно ясь и симпатично кто любит мой канал и мое творчество пожалуйста оставайтесь повяжите наливайте себе чаек кофеек и мы немножко с вами пообщаемся я очень-очень этому рада и так мои хорошие начну я с пряжи на днях получила я посылочку с пряжей и для сравнения показываю вам пряжу которую предоставила мне на обзор предоставил магазин мир вышивки мир крестиком которую я выбрала сама для обзора не забывайте кстати про десяти процентную скидку в этом магазине мир вышивки с промокодом ситникова и так вот эта пряжа из мира вышивки это итальянская пряжа soft dream или би 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 филате soft прим у меня такой пряжи а 8 моточков сейчас приостановлю видео забыла про образец который мы с вами вязали вот вроде бы то приготовилась а все равно да что то забыла вот он этот невесомый образец посмотрите какая прелесть очень красиво я скорее всего кстати узор есть на канале я скорее всего возможно свяжу джемперочек именно вот таким рисунком так и вот я получила пряжу это состав просто один в один здесь 25 процентов шелка 75 процентов махера полностью натуральная ниточка и здесь точно такой же состав а это пряжа drops silk kit silk видите от drops то есть это итальянская пряжа а это норвежская пряжа я ее заказала еще не зная о сотрудничестве с миром вышивки но покупала я ее очень очень дешево в мае была какая-то акция в группе вконтакте и я ее купила по 230 рублей за 25 грамм но 400 рублей мне была доставка и в итоге получилось пряжа 10 моточков я взяла пряжа получилось по 270 рублей это с учетом доставки 230 400 рублей доставка я платила 2700 и получилось что по 270 рублей вот за моточек пряжа 10 моточков у меня 250 грамм посмотрите вот сейчас фокусировалась очень близко так вот мои хорошие что я по своим ощущениям я конечно же из этой пряжи еще не вязала образец но думаю что он будет таким же потому что и метраж и состав просто разные фирмы разные страны просто один в один единственное что этот вот молочный цвет этот цвет белый чисто белый и уже вся в предвкушении очень нежная не колется вообще так что у нас с вами вот ждут такие проекты я вот думаю один связать одно связать плечевое изделие свитерок там или джемпер пловер скомбинировав вот здесь вот две ниточки то есть это вот и биби и шелковый блеск здесь не чисто эта ниточка так вот мои хорошие один свитерок джемперок пуловер будет вот такие а из этой ниточки возможно я даже свяжу себе либо палантин либо шаль никогда еще я не вязала ни палантина не шами из мохера нет вру один раз вязала но он этот палантин был совершенно из такого так скажем бюджетного мохера а кстати сейчас его покажу у меня сейчас кошки на нем спят вот он этот шарф палантин это самое самое начало моего вязания это вот буквально несколько месяцев я научилась вязать поэтому не судите строго вот такой палантин у меня все-таки был я уже даже про него забыла сейчас это подложечка о кошки спят на этом палантине так так что вот такая задумка из 2 полученной пряжи я скорее всего свяжу либо шаль либо палантин кстати если найду фото а я должна его найти я откладывала в закладки я нашла очень очень красивую шаль из мохера но по-моему крючком но там пышные столбики красивенная шаль но это все опять же это все не точно это мои планы и мои думки так скажем и я вот делюсь с вами своими размышлениями еще даже не точно выбран выбрана модель для этого пуловера это все все конечно же будет меняться у меня очень часто бывает что я начинаю вязать одно получается другое ну в принципе как и у всех творческих людей и так ниточка я с вами поделилась рекомендую если выбирать между этой и этой ниточкой можно выбрать дропс она подешевле будет ну там буквально чуть-чуть разница в цене но если только какую-то не найти скидку или акцию то ниточки абсолютно одинаковые если я не права может быть кто-то вязал из биби би и из дропс и у вас есть сравнение и вы это видите пожалуйста поделитесь со мной в комментариях мне очень будет интересно прочитать вот ваше мнение по поводу вот этих двух ниточек чем они отличаются какие у вас вообще впечатления и так об этой теме об этой моей посылочки я рассказала теперь у нас там лежит рафия спонсором этой пряжи был магазин 100 вулл ит и у вас тоже там есть скидка в 25 процентов но там промокод с пробелом с большой буквы елена ситникова вы получаете скидку в 25 процентов вчера мне написала девушка оля она из белоруссии фамилию уже сейчас не припомню она хотела бы приобрести эту пряжу оля вы мне там не ответили поэтому в этом видео я информация чисто для вас посмотрите комментарии я там вам скинула ссылку на хозяйку магазина рафии марию и она готова вам выслать в белоруссию эту пряжу конечно же со скидкой в 25 процентов процентов с промокодом с промокодом елена ситникова там будет конечно доставка 720 рублей но если у вас такой пряжи нет и вы хотите связать шляпку пожалуйста вам вышлют эту пряжу ну и там еще есть информация для вас мария думаю вам озвучит ее сейчас не буду останавливаться на этом подробно ссылку на адрес марии я вам сбросила так что с этой пряжей мои хорошие близится к завершению уже большую половину я вчера связала второй части вот этой платье туники кстати приз придумайте название я не знаю как назвать эту тунику веерочки что ли или морские веерочки лишь не знаю придумайте название этой туники вот вообще-вообще нет никаких мыслей так вот мои хорошие после этой туники я как и обещала мы будем вязать пряжу из рафии которая у меня осталось но это необязательно может быть пряжа рафия у вас может быть другая ниточка но поскольку у меня осталось она я конечно же ее применю для сумочки и вот здесь вот лежит вот такой вот джутовый канат неспроста он здесь лежит во-первых я обещал вам показать лазалку для котов которую для которой мы в принципе и покупали этот канат вот одна упаковочка у нас осталось сейчас поговорим о сумочке потом я вам лазалку все-таки покажу этот канат для чего здесь лежит я планирую тоже очень интересная информация связать эту сумочку скомбинировав рафио с джутовой ниточкой конечно же я не буду вязать из этого каната здесь 6 миллиметров я хочу съездить на фабрику в долгопрудный и на этой фабрике купить джутовую ниточку она бывает от 0 8 миллиметра и выше там идет миллиметр полтора но в общем они разные на экране вы сейчас увидите фото этой ниточки которую я хочу купить на этой фабрике почему именно на фабрику и конечно же я буду вязать комбинировав скомбинировав рафио с этой с этой ниточкой не с этим канатом вот и поскольку я туда поеду буду покупать ниточки москвички которые живут в москве москвички которые живут в москве ну или рядышком где-то напишите мне мы с вами свяжемся и я по привлекательной для вас цене но поскольку мне тоже нужно добраться в долгопрудный это 35 километров туда и 35 назад я куплю вам эту ниточку для проекта сумочка почему я еду на фабрику хочу поехать на фабрику именно на фабрику в долгопрудный я прочитала отзывы про эту джутовую ниточку и то что продается в магазинах многие девочки пишут что она неравномерная что там встречаются какие-то паучки зазубрины она то тоньше то толще а вот про эту фабрику из долгопрудного про их продукцию и про их ниточки я прочитала очень хорошие отзывы и конечно же я эту фабрику нашла там есть где разбежаться это ну так скажем не только для вязальщиц эта нитка используется естественно в жизни вы знаете что это упаковочные канаты джут ну я не знаю там даже для утепления домов она идет в общем много применений ну для нас вязальщиц у нас же уго-го фантазия правильно поэтому поеду так вот мы планируем поехать где-то на следующей неделе пишите мне на почту ссылку оставлю moon69-inbox.ru и если вас заинтересовало это связывайтесь со мной мы с вами обсудим по поводу покупки вот этого джутового каната но джутовой ниточки вернее а канат здесь лежит тоже неспроста так из этого каната поскольку будет сумочка я может быть даже сплету ручку для этой сумки будет очень креативно смотреться сумку я хочу связать либо вот такую круглую очень удобная вот эта сумочка я ее просто обожаю и сейчас на экране вы увидите у себя идею сумочки которую я подсмотрела в интернете а в интернете подсмотрела девочки это просто смешно я искала для себя топик поскольку мы собирались ехать в отпуск и я хотела себе несколько обновочек купить и вот бродя по интернет-магазину по любимому интернет-магазину я искала топики я их купила конечно же вот они делюсь с вами поскольку у нас болтологическое видео обо всем понемножку вот вот такой топик я один купила топик разлетайка очень классный очень воздушный подовсю беш и второй сейчас вот сниму этот вот такой тоже очень классный кстати посмотрите какая классная идея для а-образного платья может быть даже связать спицами вот с таким вырезом очень эффектно смотрится то же самое в принципе и сзади сейчас я поверну вот ведь я его даже не одевала вот так вот выглядит со спины и это как идея с таким вырезом связать летнее платье возможно даже спицами и вот бродя по этому интернет-магазину к обрушу сюда я нашла там вот сейчас вы увидите у себя на экране сумочку и как раз идея вот этой сумки и возникло у меня связать ее скомбинировав вот жутовую ниточку и рафию возможно даже в рафию я добавлю еще простую обычную ниточку может быть вот такого цвета либо цвета вот когда свяжется у меня платье туника скорее всего все-таки с рукавчиком буду вязать потому что на болеро у меня не хватит этой ниточки а вот если будет рукав и остатки я пущу на сумочку все будет замечательно так вот и смотрите сколько сразу идей возникло нужна же будет ручка к этой сумке да во-первых у меня есть вот такая деревянная ручка ссылку на нее я уже как-то оставляла это ручка с алиэкспресс посмотрите вот так вот пришивается и вполне очень красиво будет смотреться на круглой сумочке но здесь и сумка и сумка авоська здесь подойдут в общем практически все модели подойдут к этой ручке вот такая ручка у меня есть теперь вот эта самодельная ручка но сюда конечно же я доработаю вниз очень красиво тоже будет смотреться к этой круглой сумочки нашей будущей и еще я нашла у себя вот такие ручки давно-давно куплены кстати вот такие ручки тоже есть на алиэкспресс но здесь не подходит цвет или я куплю краску для автомобиля из баллончика и вот это все дело покрашу в нужный мне цвет либо оставлю эти ручки для другой сумки потому что у меня идей очень много и вот эти ручки и плетеная ручка из джута и ручки с алиэкспресс и вот еще одну идею вам подбрасываю смотрите как можно очень красиво сделать ручку у меня есть все-таки упала ну ладно вот такие пяльца они резиновые мы обматываем эти пяльца либо обычной ниткой либо лентой либо вот этим джутовым канатом и получаем красивенную круглую ручку которая потом пришьется к вашей сумочке и вам не нужно будет покупать ручку дорогую эти пяльцы что-то стоят по-моему 80 50 80 рублей я покупала в магазине и кстати такая же ручка и на этой картинке которую я случайно нашла вот в интернет магазине одежды ну там не только одежда там продается все в общем когда искала себе топик так что вот идей просто пруд пруди у нас очень обильное так скажем по идеям будет лето поскольку мы все-таки остаемся в москве не получилось у нас с отпуском будем отдыхать в москве наконец-то я посещу ВДНХ там очень красиво да в москве можно во многих местах погулять но не получилось я особо не расстроилась потому что ну потому что все что делается все к лучшему это так мое мнение так ничего не забыла наверное ничего ну забыла встретимся будет повод встретиться с вами еще раз сейчас покажу вам лазовку для котов мы же все вязальщицы мы же не только вяжем мы же еще живем правильно возможно кому-то кто любит котиков кошечек их обожают просто я не представляю как без них можно жить и расскажу вам о лазалке которую мы тоже сделали своими руками и коты просто в восторге их сейчас у нас двое Кузя и Пуся все под обрыши и им так весело гонять по этому дереву и так давайте пройдем то место то место оно у нас между так скажем прихожей и кухней и я вам покажу это чудо и расскажу о нем возможно кто-то сегодня же пойдет в лес и будет искать подобное дерево и так мои хорошие вот хозяин этого дерева посмотрите с какой радостью он прыгнул в свое любимое место там вот еще есть Пуся у нас но она сейчас спит я приглашала ее к дереву чтобы они вдвоем полазили но кошечка спит короче сейчас расскажу об этом дереве посмотрите это дерево мой любимый Лешик нашел в лесу оно стоит в распор между полом и потолком вот видите от начала и до конца притащил это дерево из лесу представляю как на него смотрели идет мужичок с деревом да и тащит его в квартиру мы содрали с этого дерева кору оно у нас гладенькое вот я сейчас так поближе покажу видите без коры вон Кузьма там уже ободранный домик кстати домик мы тоже ему делали из коробки из под яиц но уже все уже там ни крыши нет ничего нет все все ободрал но все равно любит там спать и вот за это место они тоже с пусть иногда воюют то есть гоняют друг с друга ляжет один как ни странно сразу второй нужно и там начинается потасовка и так возвращаемся к этому дереву то есть ободрали кору с него купили купили вот этот джутовый канат который я вам показывала и просто обмотали этим джутовым канатом это дерево и сейчас это просто любимое место во-первых они точат когти там конечно мебели тоже немножко достается но в основном они точат когти здесь мы сейчас Леша сколько прошло наверное года два два года прошло то есть канат мы меняем раз в два года вот видите вот сейчас вот недавно но может быть месяца три назад мы поменяли снова этот канат вот видно как они здесь точат когатки и конечно же через два года этот канат ну то есть где-то ниточка все-таки прорывается и он такой лохматушка получается в Леруа Мерлен Лешик покупает новый канат и мы потом вот эти места там где особо так скажем вырваны вот видите он даже по цвету различается немножко мы как бы эти места меняем то есть заново перематываем это дерево так что вот берите эту идейку эти кстати вот эти деревья ну как не деревья такого типа лазалки продаются в кошачьих магазинах но стоят они неимоверных денег мы тогда по моему что-то видели там вот такой шест с домиком правда внизу домик стоил по моему 9 600 да Леша 9 600 стоил вот этот эта конструкция ну а вы можете это совершенно практически бесплатно ну потратите две там тысячи на этот джутовый канат и пожалуйста у вас лазалка для котов кошачья радость будет у вас в доме и ваши кошечки вам скажут спасибо ну вот мои хорошие сегодня сегодняшнее такое болтологически полезное видео подходит к концу я надеюсь на вашу активность на ваши комментарии кстати не забудьте про вот эту идею с джутовым канатом с джутовой ниточкой на следующей неделе мы поедем на эту фабрику и я оставлю ссылку на эту фабрику побродите посмотрите там на цены и мы с вами обсудим если вы захотите что-то купить коль я там уже буду мы с вами свяжемся и обсудим это по почте ну или созвонимся кто в Москве естественно эта информация в основном для москвичей и так мои хорошие вот такая сегодня обширнейшая тема надеюсь я ничего не забыла поделилась своими мыслями в голове пообщалась с вами я чувствую каждую из вас я вас не вижу но я вас чувствую прекрасно и мне очень это приятно ну а на этом я буду заканчивать пойду дальше творить и вытворять ждать ваши комментарии всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока и до новых встреч и до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok